Привет, я Систер Блис, участница группы Фейтлесс, и это история создания трека «Инсомни». Как появилась группа Фейтлесс? Хороший вопрос. Будущие основатели группы, Ролла и я, познакомились в музыкальном магазине Pure Groove в лондонском районе Арчуэй. Тот бутик тогда считался главным местом встречи любителей электронной музыки. Ну вот, мы познакомились и поехали к Ролла смотреть «Бегущего по лезвию». Немного там покурили, поехали к маме и даже успели записать трек. Ролла сказал, что его друг Бен работает продюсером. Мы начали записывать музыку втроем, но затем Бен переключился на другие проекты. Одним из них была синти-поп-группа «Лару» в конце нулевых. В общем, Бен выбрал свой путь, но, кстати, благодаря ему мы и познакомились с Макси Джазом. Бен как-то обмолвился, что его девушка знает рэпера-буддиста. Макси Джаз тогда жил в Брикстоне на юге Лондона. И очень кстати, надо сказать, мы искали вокалиста. Мы тогда узнали, как замедлять скорость не всего трека, а только его части. Лил Льюис применил такой ход в треке «Фрэнч Кис» много лет назад. Но мы вышли на этот метод почти что случайно. Короче, замедлили наш хаус-трек так, что он стал похож на хип-хоп. И вот почему мы заинтересовались Макси Джазом. Мы хотели, чтобы он зачитал в нашем треке. Ну и интересно просто посмотреть на рэпера-буддиста. Мы пригласили Макси в студию и разговаривали с ним о религии до поздней ночи. Нам было интересно, что для него значит буддизм и как его вера проявляется в обычной жизни. Потому что Макси не был похож ни на дзен-буддиста, ни на монаха. Он не был даже замкнут в себе. Напротив, он жил на полную катушку. После этого разговора мы записали трек «Салва Мея», который стал первым для группы «Фейтлесс». В процессе Ролла спросил у Макси, «Бывало ли тебе настолько плохо, что ты ненавидел себя до глубины души?» И Макси рассказал, что пришел к буддизму именно когда потерял веру в себя. То есть он был разуверенным, «Фейтлесс». Макси был разочарован в жизни. Ему было очень тяжко. И из этой бездны неверия его вытянул буддизм. Он начал по-другому мыслить. Он стал по-другому смотреть на мир. Его жизнь полностью изменилась. После того, как мы записали трек «Салва Мея», Ролла назвал наш проект «Фейтлесс», потому что он понял, о чем на самом деле говорил Макси. Так и образовалась группа «Фейтлесс». Трек «Салва Мея» понравился ребятам из Island Records. Они подписали нас на лейбл, но вместе с этим они не знали, что с нашим треком делать. Они не понимали, это хаос или хип-хоп. Трек был и мрачным, и очень дискотечным. Короче, менеджеры так и не решили, к какой категории наш трек отнести. А мы не хотели, чтобы наша музыка лежала без дела на полке. И один из пунктов контракта огласил, что в случае невыпуска трека мы забираем его себе. В итоге мы забрали трек и решили, что раз нам так хорошо работать вместе, так давайте запишем целый альбом. Давайте просто делать музыку. С этого и началась работа над дебютной пластинкой «Фейтлесс». Не так-то просто вспоминать, как мы ее создавали. Мы записывались в садовом сарайчике Ролла, там стояло его оборудование, а сводили уже в прекраснейшей студии «Сваньярд», которая располагалась за углом. Там, правда, приходилось подолгу ждать, пока большие звезды не запишут свои треки. Мы брали студию ночью, так было дешевле, но большая часть демо была записана в саду у Ролла. «Инсомния» уж точно. Как в далекие времена, когда альбомы выходили на виниле, и у пластинок были стороны А и Б. Нам нужно было уравновесить альбом и на второй его стороне, к треку Салва Мия, записать что-то похожее. И я уже не помню, то ли первым были ударные, то ли басы, с которых начинались большинство моих треков. Скорее басы, потому что я их придумала в магазине, где мы менялись разными дешевыми кассетами, с которых потом вырезали странные сэмплы. Мне кажется, у нас уже был готов ритм, но, возможно, первым был бас. И Ролла говорит, придумай какой-нибудь риф. Даже не помню, на каком инструменте я играла, но это Ролла нашел тот самый звучок пиццикат на синтезаторе Roland GD800, в котором была отличная коллекция заготовок. Их очень много в наших ранних записях. Это уже потом мы перешли к рэковым синтам. Я сидела за синтом и подбирала мелодию наугад. Впрочем, как и всегда. И внезапно появился всем известный мотив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы попросили Максе написать текст о бессоннице, потому что я тогда активно занималась диджеингом. И режим моего сна, как и у большинства диджеев, был перевернут с ног на голову. Я и в самом деле не могла уснуть. Помню, зашла в студию и всем сказала, так, следующий трек мы назовем в честь моей бессонницы, потому что я не могу уснуть. Макси задумчиво почесал голову и вышел. Забавно, но у него-то со сном было все в порядке. Он мог спокойно заснуть, даже сидя на стуле. У Макси было другое. У него воспалился корень зуба, и свое мучение от зубной боли он показал как страдание от бессонницы. Так он и написал текст. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первоначальная версия была данью уважения детройтскому техно. Не все знают, что сначала мы записали Moody Mix, а уже потом был Monster Mix, чье эпичное звучание и принесло треку мировую славу. Но поначалу ничто не предвещало коммерческого успеха «Инсомнии». Нам сразу сказали, что ее не возьмут в радийную ротацию, потому что в треке нет ни припева, ни цепляющей мелодии. Мол, вы что хотите? Но все же, через год мы перевыпустили трек. И это во многом благодаря поддержке Пита Тонго. Трек начали слушать, его начали покупать. Копии в магазинах закончились, и нас просили перевыпустить «Инсомнию». Мы стали ассоциироваться с ней. Но, как и все в истории «Фейтлесс», это произошло не в один миг. На это ушло очень много времени. Мы начали выступать, потому что не могли сидеть сложа руки. Мы выпустили многожанровый альбом «Реверенс», но о нем никто не знал. Популярность «Инсомнии» росла лишь в клубах, только среди диджеев. Обычные слушатели нас не знали. Наш альбом не звучал на радио. Тем не менее, пластинки с «Инсомнией» расходились по Европе, и мы на фоне этого успеха решили показать миру наш альбом живьем. Альбом получился очень разносторонним, и мы сразу поняли, что если не сыграем «Инсомнию» в самом начале концерта, люди подумают, что пришли не на ту группу. Поэтому мы играли «Инсомнию» дважды, и люди понимали, что пришли на тех самых «Фейтлесс». Все могли расслабиться, а мы продолжать выступление с музыкой, которая для клубных тусовщиков могла показаться немного странной. Поэтому «Инсомния» звучала еще разок под занавес. Не так давно ушел из жизни один из самых известных диджеев современности. Светлая память о Вичи, который сделал ремикс на «Инсомнию» в 2015. Это был интересный опыт, потому что его слушатели уже вовсю пользуются стриминг-сервисами, а мы только начали в них разбираться. И новый, и все наши предыдущие альбомы только недавно появились на стриминг-площадках. До этого их там просто не было. Интересно еще вот что. По количеству прослушиваний на стримах, оригинал давно уступил первое место ремиксу о Вичи. Он представил нас аудиторией, которая не слышала нашей музыки. Эти ребята еще не родились, когда мы уже вовсю выступали. Редактор субтитров А.Семкин